Железная дорога Машинистом паровоза Но он был категорически против Говорил, не женское это дело, Литка, поезда водить Однако я настояла на своем Поступила на курсы помощников машиниста в белорусском городе Гомель И закончила их с отличием В свой первый рейс я отправилась весной 41-го года В свободное время я шла по вагонам Мне казалось, лично я несу ответственность за все, что происходит в поезде Плацкартные вагоны всегда полны самых разных людей Они как пестрая картина нашей прошлой жизни Вот здесь шумная компания Это военные моряки Бравые ребята, ладные да крепкие Как обычно, знакомятся с попутчицами А куда без веселых, разовощеких туристов? Тут как тут Почти в каждом вагоне выходные треть пассажиров в спортивных костюмах Летом велосипедисты, зимой лыжники А еще грибники и рыболовы На каждой деревянной скамье вагона Такие разные и в то же время Словно знакомые всю жизнь люди Казалось, вот так мы и ехали тогда Одной большой советской семьей С солнечным летним днем В каком-то уютном, хоть и жестком плацкарте А здесь, в жарком июньском воздухе Пахнет полевыми цветами и дорогим одеколоном Это командир из сталинских соколов Так мы называли наших советских летчиков Вырвался из своего приграничного аэродрома На свидание с любимой девушкой Теперь все это осталось в прошлом В один миг куда-то исчезли и пряные ароматы цветов И густой дух грузинской махорки И сладковатый запах материнского молока Все это исчезло в то самое раннее утро 22 июня 1941 года Когда мы узнали, что началась война Мы тогда приехали в Ленинград И не узнали его Шумный обычный перрон был пуст Помню, ко мне подбежал дежурный по станции Степашкин Еще издалека прокричал Война Немцы бомбят наши города Субтитры создавал DimaTorzok 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 Война. Странные и страшные ощущения. Почти сразу появилось одно общее на всех чувство. Какая-то тянущая тревога. В октябре 41-го я оказалась в подмосковном поезде. Я тогда уже машинистом была. Как же все изменилось за несколько месяцев. Теперь вместо удочек и лыж в руках у пассажиров были винтовки. А главное, люди стали другими. Обстановка под Москвой тогда была крайне напряженной. Враг был километрах в двадцати от столицы. В одном из поездов смерти везли моего папу. Немецкие вагоны для перевозки пленных я видела только один раз в жизни. Пустые. Однажды уже в конце войны на одном из железнодорожных узлов наш паровоз забрал страшный состав. Сказали на дезинфекцию. Комендант посоветовал не подходить близко. Вагоны буквально кишели вшами и другими паразитами. Они переносили тифы, мы все очень боялись заболеть. Эшелон этот состоял из товарных вагонов, а они совсем не предназначены для людей. Осенью 42-го года я чуть не погибла. Бомба упала совсем рядом с паровозом, и осколки попали мне в ногу. Сначала я лежала в обычном госпитале в Подольске, а потом начальник нашей колонны где-то похлопотал, и меня перевели в один из санитарных поездов. Они тогда курсировали по всей стране, забирали раненых из прифронтовой полосы и развозили по госпиталям. Сложнейшие операции делали прямо на ходу, под стук колесных пар. Сколько жизней спасли. В общем, новый 1943 год я встретила в санвагоне. Тут я быстро пошла на поправку, ведь дома и стены лечат. Конечно, любой госпиталь – тяжкое душевное испытание. Крики, стоны и бред раненых. Тяжело было видеть красивых молодых солдат, искалеченных войной. Многие из них вообще не хотели жить. «Зачем? Кому я такой нужен?» – помню, кричал врачу 20-летний парень. Ему ампутировали обе руки и обе ноги. Лежал, как ребенок в пеленках. Мы с медсестрами успокаивали его, как могли, хотя, что тут скажешь, чем успокоишь. Часто бывало, выбрасывались такие на полном ходу. Старались делать это, когда эшелон по мосту шел, чтобы наверняка невыносимо было все это видеть. Так что я все больше в окно глядеть старалась. Довелось мне тогда увидеть знаменитого микробиолога Зинаиду Ермольеву. Она с московскими врачами новые препараты испытывала. А мне прививку от холеры сделала. Потом оказалось, ученая Ермольева изобрела чудо-препарат пенициллин. Это был первый советский антибиотик. Мы победили гангрену. Благодаря препарату в конце войны почти не было ампутаций и заражений крови. Баня на войне. Если не самое главное, то одно из главных дел точно. А где помыться, постираться солдату на передовой? И тут не обошлось без поездов. С этими банно-прачечными составами связана была одна забавная история. Мне ее девчонки с санбригады рассказывали. Дело было под Сталинградом. В начале февраля 43-го года к ним привезли немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Крепко задали тогда жару немцам наши войска. Какая радость была. На всех фронтах только об этом и говорили. Но все, теперь точно погоним врага прочь. Только в плен сдалось почти 100 тысяч немцев. После шести месяцев Сталинградского сражения Паулюс уже совсем не был похож на завоевателя. Высокий, худой старичок, кожа да кости на тонких ножках. Сложно было представить, что это один из авторов знаменитого плана Барбаросса. Так они называли вероломное нападение на СССР. В начале 43-го вся страна ликовала. Разбили гадов под Сталинградом и блокаду Ленинграда прорвали. Железную дорогу туда наладили. На этом маршруте, Шлиссельбург, Поляны. Моя подружка Зина работала. Она писала, что с уходящими на маршрут прощались, как в последний раз. Был там перегон у них такой, несколько километров на виду у фашистов. Как эшелон покажется, те начинают палить из пушек и пулеметов. Бывало, на станцию состав горящий приходил, а локомотив весь в дырах, пар во все стороны валит. В газетах эту дорогу называли то дорогой победы, то коридором смерти. Я думаю, оба названия правильные. Много там наших погибло, но поезда ходили регулярно. Когда фронт покатился на запад, многие военачальники стали жить и работать в вагонах. Иначе не поспеть за войсками. Был такой вагон и у нашего солдатского генерала Рокоссовского. Очень его в армии уважали. Да и что скрывать, любили мы Константин Константиновича. Особенно девчонки наши, конечно. У многих даже портреты его были. Вырезки из газет о его подвигах собирали. К тому же был генерал из семьи железнодорожников. Отец его тоже машинистом работал. В 44-м году началась операция «Багратион». Немцы тогда уже отступали на всех фронтах, и только в Белоруссии еще сидели крепко. И надо же, ключ к победе Рокоссовский нашел в моих родных местах. В Гомельской области, в наших непроходимых болотах. Немцы удара оттуда совсем не ожидали. Пройти там было нельзя. Константин Константинович сутками пропадал в этих топях. Где только не мелькал его знаменитый кожаный реглан. В свой вагон возвращался перепачканный болотной грязью. Солдаты из местных рассказали генералу, как до войны ходили через топи при помощи специальных лыж из ивовых прутьев. Так вот, чтобы бойцам наступать было сподручнее, генерал приказал сделать войскам эти макроступы. Пробили наши вражескую оборону и взяли немцев в окружение. А Константин Константинович Рокоссовский после этого маршалом стал. Говорят, к нему сам Сталин после Багратиона обращаться стал по имени-отчеству. Может показаться, что железнодорожники были тогда только тружениками тыла. Это не так. Были среди наших поездов и настоящие богатыри. Обшитые со всех сторон бронеплитами, зенитками, пушками и пулеметами. Не подступиться к такому. Даже немецкие самолеты побаивались нападать на бронепоезда. Сбрасывали бомбы где-нибудь в стороне и улетали. Себе дороже. Весили такие гиганты сотни тонн. Иногда даже пути для них строили специальные. Настолько тяжелые были. Служба на таких поездах – тяжкий труд. Специальный отбор был. Зимой в них жутко холодно, летом невыносимо жарко. А что там во время боя творилось, даже представить сложно. Грохот орудий, пороховой угар, звон от попадания вражеских снарядов. Был такой случай. В конце войны на двух параллельных путях оказались два бронепоезда. Наш и вражеский. И начался бой. А вернее, артиллерийская дуэль. Полчаса они друг в друга стреляли. В конце концов, советские артиллеристы все-таки нашли слабое место в немецком бронепаровозе. В котел ему попали. Окутался паром фашист и удрал. А наш бронепоезд дошел непобежденным до самого вражеского логова – до Берлина. Когда настал тот самый день, мы вначале не поверили. Бои в европейских городах были тяжелыми. Столько ребят наших там полегло. Они не дожили до победы месяцы, дни, часы. А для нас, живых, она стала самым настоящим чудом. Мы столько времени провели на войне, что стало казаться, так было всегда и будет продолжаться всю нашу жизнь. Ну вот, 8 мая 45-го диктор Сованфорумбюро Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии. Великая Отечественная война завершилась. Германия разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. В Москве салют из тысячи орудий. Я хорошо помню тот день, когда мы повели домой наш последний военный состав. Шел он по путям освобожденной Европы до станции Западной Украины. Стоял солнечный майский день. За окном все утопало в цветах. Когда отгремели победные залпы в воздух, наступила растерянность. Мы ехали начинать новую жизнь. Какой она будет? Как сложится? Не знал никто. В чуде нашей победы была не только радость, но и горечь. Слишком многих друзей мы потеряли. Слишком много мы увидели. Слишком многое узнали. О людях и о себе. Впрочем, кое-что и приобрели. Узнали настоящую цену жизни. И строили планы на будущее. Мы знали, нас ждут новые подвиги. Теперь уже трудовые. Перед нами лежала наша бескрайняя Родина. Вся в руинах и почерневшая от пожаров. Впереди были годы восстановления страны. Субтитры создавал DimaTorzok Мы селё06-5. Д Warmth и восстановления страны.